Всем привет дорогие друзья! Буквально пару часов назад в Формуле 1 был частично объявлен регламент на 2021 год. Нас ждет очень много значимых изменений и чтобы ввести вас в курс дела, я собрал все самые значимые из них в этот ролик и попытаюсь максимально доступно объяснить вам на что же конкретно они повлияют. Итак, начнем! Болиды 2021 года будут иметь радикально новый дизайн с более широким кузовом и большими колесами на низкопрофильной резине и 18-дюймовых дисках. И это не просто косметические изменения, они направлены на то, чтобы сделать гонки более напряженными, позволяя машинам вплотную преследовать друг друга без потери прижимной силы. Находясь в грязном воздухе, предыдущее поколение болидов теряло примерно от 40 до 50% прижима, что серьезно усложняло обгоны. А концепт 2021 года снижает эти потери всего лишь до 10%, поднимая воздушный поток выше, тем самым существенно снижая его влияние на позади идущую машину. Это достигается благодаря упрощению конструкции переднего антикрыла и подвески, а также значительным изменениям задней и нижней части болида. Помимо этого, добавятся специальные подкрылки для контроля воздушного потока колес. Ну а что остается прежним, так это силовые установки. В чемпионате будут по-прежнему использоваться турбовые, шестицилиндровые гибридные двигатели. Чтобы сократить разницу между ведущими командами и средней группой, количество допустимых обновлений, привозимых на каждый уикенд, будет ограничено. Более того, теперь подобное правило будет распространяться и на расходные элементы, например тормоза, которые нельзя будут менять столько раз, сколько может позволить кошелек коллектива. Ну и самым главным здесь, конечно же, является введение ограничения бюджетов. Теперь на проектировку и развитие болида можно будет тратить не более 175 миллионов долларов. Ну а если кто-то захочет провести дорогущую рекламную акцию или же серьезно поднять зарплату своим пилотам, то на данные позиции лимит уже не действует. Ведь нынешняя ситуация говорит нам о том, что в сравнении с частниками заводские команды тратят в несколько раз больше средств на создание своих машин, делая разницу между лидирующей и средней группой невероятно огромной. Расходы будут производиться строго под отчет и только на те позиции, которые будут жестко регламентированы в правилах, а контролировать все это будут независимые представители. Если же кто-то их нарушит, то его ждут как финансовые, так и спортивные штрафы. Также серьезные изменения претерпят формат гоночного уикенда. Пресс-конференции гонщиков и боссов команд будут проходить по завершению первых и вторых свободных заездов. Более того, все команды будут обязаны провести как минимум две сессии с пилотами, у которых за плечами не более двух гран-при, чтобы дать возможность молодому поколению показать себя во всей красе. Ну что же, уже совсем скоро нас ждет начало новой эры в Формуле-1. Обязательно напишите в комментариях, что вы думаете об этих изменениях. А чтобы оставаться в курсе всех самых последних и интересных новостей, а также более подробно узнать о нововведениях, не забудьте подписаться на канал. Ну а на сегодня на этом все. Удачи!